Очередная порция полезной информации. Здравствуйте! Судебные приставы часто удивляют жителей Самарской области креативным подходом к поиску неплательщиков. В этом году сотрудники ОФССП решили использовать проверенный метод и вышли на речные рейды вместе с сотрудниками МЧС и государственной инспекции. Когда водители катеров нарушают правила движения по акватории реки, их останавливают и не только выписывают новый штраф, но и проверяют на наличие ранее неоплаченных долгов. В ходе речных рейдов приставы нашли уже 54 неплательщика и взыскали с должников более 100 тысяч рублей. Компания «Туполев» планирует создать средний военно-транспортный самолет. Новая машина призвана заменить в войсках устаревший Ан-12. В перспективе работы по созданию среднего военно-транспортного самолета сверхзупового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями. В планах также создание и запуск до конца года линейные станции обслуживания самолетов Ту-204 и Ту-214. Владельцев гаджетов призвали срочно заклеить изолентой камеры и микрофоны. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений. Ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалереи, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений. Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа «Шпион» способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве. Получается, заклеивание камеры и микрофона уже не паранойя, а одно из правил цифровой гигиены. Крупнейший в мире телескоп сконструируют к 2027 году. Сейчас в Университете Аризоны работа над гигантским Магеллановым телескопом продолжается. Разработчики отчитались об очередном этапе строительства, в ходе которого они установили второй из семи сегментов первичного зеркала. Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введен в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более четкое изображение в сравнении с Хабблом. Также ученые надеются получить с его помощью ответы на другие важные вопросы, например, одни ли мы во Вселенной. Пока это вся информация, будьте в курсе актуальных новостей, смотрите программу события на телеканале Самара Гиз. Всего вам доброго, до свидания.